Душа, мне извини. Что же ты меня терзаешь? Почему душа болит? Почему, как листья восемь, пожелать я в моем путь? Жить вот так мне трудно очень, да и немножко отдохнуть. В сновидениях ты приходишь, песни, сказки, бескритания. Рядом ты, как тель, проходишь, словно стрелка на часах. Почему так много песен теперь сложил народ? Почему мне мир не лезет, и мир рад, и что поймет? День за днем по плану учится, иду, куда я знамену. Почему ж душа, как птица, бьется, выглется, желая? Потому что слово это все уместить себя смогло. Потому о нем пореты пишут все до одного. Это слово знают дети, но не все понять смогли, что счастливы всех на свете, те, кто родил. А так, вот такие у нас есть, слава Богу, слава Богу, пусть Бог благостоит, пусть Бог благостоит. Я бы хотел, чтобы ты стихи читал, не только вечера, но и больше стихи. У нас есть карты, да, благословим, благословим. Хорошо? Это побуждение, которое пускаем, для тебя доброе. Сейчас мы, я думаю, будем слушать пеники. У нас есть парники для Иосифовного. Пожалуйста, у них есть пеники. Пожалуйста, мы будем поговорить, чтобы вы сейчас на спине псалом. Что за псалом, парень его расскажет сам, кто готовит. Пархановский сборник, если бы я, ну, спартака. Пархановский сборник, а у меня начальник говорит, давай другой споедрой. Я бы хотел сказать немного перед этим. Здесь вот Олег говорил из-за этого бывшего брата, который там, брат с сатанизмом, там, и так. Знаете, здесь в Америке больше слышно, зато там, со всяких замостунов, там, и, знаете, всякие так, как бы, темные силы какие-то сущаются, или что-то такое. Я бы хотел ободрить всех, братья и сестры, что Бог сильнее всех. Что как бы они ни заявляли, что мы правим миром, что мы, все в наших руках, Бог правит миром. И это цель сатаны, цель врага душ человеческих, показать свою силу, что он такой сильный, что мы его боялись, что он, что он, все, будет, что... Я бы хотел, чтобы мы помнили, что Господь Иисус Христос, он его победил, и что он правил миром. И мы сейчас стоять поем псалом, называется «Если к тебе, тебя тесни». «Если к тебе, тебя тесни, все скажи Иисусу, если враг тебе грозит, все скажи Иисусу, с верой, как и озерой, а не орешу попалай, ищи, он, занимай, все скажи Иисусу. «Если к тебе, тебя тесни, все скажи Иисусу, обещал помочь тебе, все скажи Иисусу». «Если к тебе, тебя тесни, все скажи Иисусу, и не бойся, будь грозит, все скажи Иисусу». «Если к тебе, тебя тесни, все скажи Иисусу, не бойся. Тесни, все скажи Иисусу». «Если к тебе, тебя тесни, все скажи Иисусу». Да, когда трудности, то нам больше планируется таким самым, да, ближе. Мы когда сюда приехали, первое время было очень тяжело, и, знаете, я приходил домой жили, да, и мы все время, ну, часто очень в своей, там, полосу пейте, да, утешали. Она у меня все время спрашивает, когда денег не начнешь зарабатывать. Ну, как все решало, я думаю, так, когда уже перешли, уже вопросы о деньгах, и мы тогда, ну, сейчас ему легко, знаете, да. Мы тогда пытались, то, что сейчас, да, да, с той, что сейчас, крайне местное, крайне местное, да, проверить, да, Панюша, хорошо, крайне местное. Друзья, я бы хотел сейчас предложить, не так говорим, и вашему вниманию, и же для всего нашего внимания, всем нам, однако я не буду о нем говорить, потому что это, это, это в целом близких мне людей, близком мне человеку, поэтому я бы хотел, чтобы, Лена Сычок, ты, пожалуйста, выйди сюда, расскажи, как ты в самом родился, и с Коэном, 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 с Коэном. С Коэном, с Коэном. 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 Думал, что чужие стихи можно здесь будет читать. Он каждый здесь ходит. И я сейчас прочитаю. На память я несколько помню строк из его стихов. И что интересно, что некоторые поэты пишут стихи по вдохновению. Некоторые поэты, как Олег говорил, они встают утром в рано еще до того, как птички поют и пишут стихи. Но у нас мой брат Сережа, он так писал стихи. Я не хотел бы сегодня много о нем рассказывать. Я думаю, что мои родственники, друзья, знают, как зуб он вышел из жизни. Ему изменилась жена, и он закончил жить самоубийством в Москве. Но он много написал стихов и песен очень много написал. И довольно-таки я вообще... У меня сохранились все письма, которые он все время писал мне, письма и стихи. Я с тобой привез их в Америку. Этот стих, который рассказал Олег, он мне также есть в письме. Я там ему тоже давал свои рекомендации. Как-то изменить, заменить какое-то слово более библейское слово и так далее. И так же он много написал песен. У меня есть целый сборки песен и кассеты уже бывало, там музыку писал, какие песни. И интересно, он писал стихи с фронтом. Просто так вот мы собрались по какому-то поводу. Сережа, напишись какое-то время. Мы сейчас собрались там отметить какую-то дату. И он садится, и минут за 15 такой стихи где-то 6-5 буклетов. Очень таких совершенных. И я вообще очень восторгался в свое время. И так же он писал стихи иногда во сне, ему было сказано. Один раз он проснулся, а утром ему приснился сон. И он за 10 минут то, что приснилось, изложил в стихотворной форме. И так же этот стих очень интересный. И первое стихотворение, которое он написал, это было 1 апреля 1979 года. И он сам знал о том, что он может писать стихи, так что ему такое было вдохновение. И когда он обратился к Господу, такое было горение у него. И он написал под стихи, начинается с стихи так. Иногда, в частности дослуга, ухожу я весь в себя. И вздыхаю, как белуга, в годы жизни теряя. Почему-то в самом деле мне все время не везет. Как в бою при арте в стрельне. Недолет да перелет. И не глубь я вроде с виду. Не сказать, что вы урод. Разве что душе в обиду. Пью, как весь земной народ. Окупаем, поздравляем, льем на душу зелье. Радость сладкую, не надо горькой водкой поливать. Радость душу, как награду, каждый сердцем принимать. Водка нам не помогает ни любить, ни созидать. Святость чувства разрушает, заставляет всех страдать. Водка честного трудяну с дороги совратит. В паразита и бродягу, в тунеядца превратит. Хмель на подвиг потянет. Липитешь с пьяного ума. И свобода лишь помянет, а поздравит ведь тюрьма. Поздно понял я причину, что всю жизнь мешала мне. Ведь затянутый кучиной душу я сжигал в видне. Нынче каюся пред Богом. Хоть же в небо может он пребывать в завете строгом и влюсти его закон. Нынче 1 апреля. Пусть вокруг придят друзья, что сей день словам не верят. Слово Бога верю я. И мы свое псалом не тренировали, но мы как-то перешили. Я думаю, что мы сможем. Слово Бога верю я. 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 Ну что это? Что было сердце знает один Бог. Слово Бога верю я. Слово Бога верю я. Слово Бога верю я. Слово Бога верю я. Полную. Слово Бога верю любви я. Музыкую и Милову Зведи и летит. Но видит отчий дом, он узнает кольцо, деревья, что садил он с братом и с отцом, Когда еще мальцом он бегал во морепосаду, как сердце защемило, Что не вернул тех радостных минут, которые так мило сердцу были, А совесть громче молота стучит, что упрямлю, к чему пришел. И это сердце говорит, и нет ли ему ответа от него, он выбор сделал сам, когда решил уйти из дома своего. Протер глаза, он грязный рукой, и перед симулятором сидит там кто-то в воротах. Кто этот поздний час там мог сидеть? А ну кто уже разглядит? Вдруг он стоит, бежит для моей пыли, бежит ко мне, расставлен для одяги руки. Отец! Отец! Он не кричит от муки, а не шепнул, распеяв стопшиеся губы. Да, готов он, забыл он все, и положение свое, ведь уважаемый он всеми, увидев сына своего, Ведь так он долго ждал от него, не добежал. Сын в пыль упал, не может он подняться, но вот отец ус подбежал, за плечи взял, К себе прижал от того, кто дорог был, ведь он его дитя обнял, И по-отцовски в лоб поцеловал, снял песню с церкви своей, Одел ему на палец, ни слова при этом не сказал. Как мы, идя дорогой жизни, придем ли мы к своей отчизне, Как этот сын в пыли, в рубцах от рам, в ободанной одежде, Но он с любовью ждет в надежде, что мы придем, И встал однажды на правый путь к нему, домой. Вот такой был стих. Стих, дайте мне, что-то у нас сына. Если мы что-то не так пели, то потом откорректируем. Так, а сейчас, я бы хотел, чтобы у нас еще есть пение, есть еще стихотворение, потому что программа продолжается наша, и сейчас мы послушаем. Я просил ее, чтобы она спела, но она говорит, что уже все устали от пения, Потому что стих давай скажем. Я читаю стих, к сожалению, я не написала дата, когда я его написала. Но было прописано уже давно, это еще было в России. Вот. И этот стих остался, без страшного. Я его прочитаю, потому что не было времени, было чисто, было. И этот стих. И этот стих. И этот стих. Вот итог. Душу отдали на попрани. По размыслим, пока не поздно, И спасение рекой ульется, И в весеннем светении зашло Иисус, Примечалое солнце, В то весеннее дивнее утро Одержало победу жизни, Что напомнили люди, Как чудно! Прощены Иисусом! Аминь! Аминь! Где же 40 серцев? Кто-то с оленком в гнездо сбросает. Поверьте. Ефимий Адрей сидит. Ефимий Адрей сидит. Не давай, подожди, сейчас. Я вас помню, Генрича, Вы будете нас в заключении говорить. Он нам все равно наставит. Спасибо. 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 Вы слова запомнили последние? Да? Это не просто рифма. Это евангельская истина. Это не просто здесь считаются стихи, чтобы как-то кому-то доказать что-то. Что мы тоже людей. Мы христиане. Нам было разумом для того, чтобы мы своим разумом могли много славить. Я не хочу, чтобы все поэты. Нет, нет, нет. А потом скажут, давай творческие речи, представим, что с 12 дня и до самого начала. Начнем с теми, а потом еще с каждым проблением будем всекорной форме говорить. Нет, нет, нет. Каждому свое. Каждому свое. Если Бог побуждает, друзья, и заказывает свои таланты, есть кто может в основе нашего Господа. Сейчас вот наша мама и с ним, и с педемопоподрение, что как его можно назвать. Аминь. Правильно. А где всего Проханов? Вот. Прохановские гимны не во всех странах поют, а только в России поют. Значит, песню «Бог есть любого» в студии Атимонах написал Я писал в 1900-м году Дитрихт Рюшель, немец. Ну, друзья, что интересно, что немецкий поэт Гейнер сказал так, что где заканчиваются слова, то начинается музыка. Сейчас долгули книгу пару минут, слова закончится, сейчас музыка начнется. И прослеживая историю всех композиторов, которые писали музыку нашим христианским китам, то ли для общего пения, то ли для хоровых, они были очень ведомыми христианами. Вот этот композитор, который назвал песню «Бог есть любовь, диты Хришеля», он ежедневно с 5.30 до 8.00 утра был в молитве на колене. И его девиз был такой «Полу-христианство еще никогда ничего не достигло». Это мы песню споем. И, значит, здесь вот Толик и... Я рад, чтобы у нас только сегодня пригласилось с часов, и поэтому, я думаю, на богослужение, и вас в подходы, и кто будет за вас хер рассказывать, кто будет петь? Ну, я так, знаю, надо ли, вас уже в зале знакомить, Ну, и, значит, завтра, друзья, не будем у вас хвалиться, пожалуйста, подвязайтесь. Там есть небольшая грая, где он в зале стоит. Ну, и, знаете, здесь я просел, вижу, где люди больше ростовские, ростовские, ростовские... И, значит, нам там мало. И, вспомнил я одного рижского поэта. Переворачиваю дворник нам, номер 186. И есть такая песня «Ты знаешь путь, как я его не знаю». Я только узнал автора этой песни буквально полного разума. Тюрьмы из каждого города. А в России тем больше на каждом городе их покупают. И у нас в Риге, это было раньше Советского, а сейчас не зависело. И это центральная тюрьма, самая большая. И вот когда пришло время в Большой Риге, они свали большую путь в сяду. И вот одна женщина, вы видите, Марио, фон, флот, тоже немца. Сидела в тюрьме, сидела в камере. И ей был приговор один, расстрел. Еще месяц, два. И вот в одном утро сидят, значит, это была женская тюрьма. Значит, слушают женщины, заключенные. Ты знаешь, что ты знаешь, что ты знаешь, что ты знаешь. Все знаешь, что ты знаешь. Покой. Это была женщина, старушка, маленькая. И два строения боя. И вот в 1915 года в ее большевике. Смотрите. Пока, друзья, я прошел. Есть не про Апполь. И я вообще думал на будущее. Я думаю, что мы все верующие согласны. И все же церкви. Эта песня, это наше наследие. Русское, ферсианско-протестантское наследие. Я не знаю, есть вопрос, что Петрович, то есть в будущем, когда мы будем что-то писать, то писали авторы. Растут у нас здесь. Растут молодежь молодежь. И вы знаете, вообще сейчас эти песни, только знаю, кто уже, кто прожил. Два песни рождаются на день, на год. Это была такая песня на сцене, как у молодежи. Я хотел бы молиться, какой-то ночью, в русской эмиграции. Видно, вот, значит, меня литочка хочет, там поет. А вот русские песни, ну, надо лечь, чтобы ее были и в сознании, и вся. Так что давайте, вот сейчас, эту песню. Дети, вы знаете, вот, если... Вот, знаете. Вот, если бы, вот, какой я сейчас. Знаете, да? Потому что эти люди знают. Значит, так, мы не верим, что мы заодно. Вот, если бы, вы знаете. Итак, 19 минут. Написал ее. Идрит, решай. Бог есть любовь. В прошлом столеце. Споем. Бог есть любовь, Он нас возлюбил. Пусть всякие радости поет, и славит. Его заславит, Бог есть любовь. Все? Поехали. Поют дети, они как первые, поехали. Хорошо. Поехали. 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 Бог есть любовь, Он освободит. Поехали. Боехали. Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнали Симон.